Я нахожусь сейчас рядом со станцией метро «Восток», не в самом Уручье, хотя не так далеко. Именно здесь проходил марш как раз по проспекту независимости, после того прошла колонна в Уручье. Надо сказать, что не вся колонна проследовала дальше, до конца этого маршрута. Многие начали расходиться уже по пути, сворачивать на соседние улицы, потому что достаточно длинный марш, почти 12 километров сегодня прошли протестующие, достаточно длинная все-таки дистанция. И вот у Уручье, помимо того, что там, как ты уже сказала, живут силовики, там находится база ОМОНа. То есть получается, что протестующие пришли в гости к силовикам, потому что обычно мы знаем, что колонны движутся в центр так или иначе, или к Дворцу независимости. А тут, видите, совершенно другая тактика была. И когда протестующие вышли на проспект независимости, они повернули в обратную сторону и, получается, шли из центра, где как раз их не ждали никакие кордоны, никакие вот эти вот системы рубеж со спецтехникой, с водометами. Только изредка, когда, видимо, уже поняли, какой маршрут будет у протестующих, из университета, который находится как раз на проспекте независимости, звучало объявление вот этого, что просьба расходиться. Уважаемые граждане, ваша акция незаконна. Понятное дело, что ослуждающие гудили протестующие. Ну и такая традиционная уже тактика, конечно, силовиков в начале задержания акции, когда люди небольшими группами идут по проспекту победителей, как раз-таки к Стелле, где уже традиционная точка сбора у протестующих. Ну и в конце акции, когда их остается уже не так много, и когда эти задержания достаточно легко провести, в этот момент силовики подъезжают на своих вот этих вот уже характерных бусиках, и оттуда выскакивает ОМОН, и проводят они задержания. Кто-то в штатском, кто-то в форме ОМОНа. Вот то же самое происходит, собственно, и сейчас. Но сегодня, как мы уже говорили, в эфире была такая нетрадиционная, неофициальная инаугурация Светланы Тихановской. Скандировали «Света наш президент» колонна, «Живи Беларусь», «Лукашенко в автозак». Ну и другие лозунги, которые мы привыкли сегодня слышать. Если говорить про креатив, то многие пришли сегодня в таких бумажных и картонных коронах. Как раз это отсылка к инаугурации. Видела я разные плакаты. Вот сейчас на экранах вы видите, как такую вот игрушку повесили у столба, наклеили ей усы. Ну, подразумевается, видимо, что это Александр Лукашенко. Видела я плакаты «26 лет с коронавирусом» и корона такая нарисована, имеется в виду срок Александра Лукашенко на посту президента. Ну и поговорила я с протестующими, в принципе, как они относятся к такой вот тайной инаугурации, которая прошла в среду. И в целом, что они собираются делать дальше, какие у них настроения. Давайте послушаем. Расскажите, как отнеслись к событиям этой среды и к тому, как проходила инаугурация, и к тому, что было потом на улице. Мы возмущены. Поэтому сегодня мы все вышли вместе с белорусским народом, чтобы оказать свою солидарность. Мы хотим перемен. Они должны наступить. Что будет дальше, как вы считаете? Протесты будут продолжаться. Я уверена в этом. Но нам нужна помощь международного сообщества. Вы готовы выходить и дальше? Готовы. Позор Лукашенко. Очередной раз доказал свою полную несостоятельность. Дискредитировал себя. Ну, что тут сказать. Все, в общем-то, одинаково. Что будет дальше, как вы считаете? И с протестом, и... Ну, кто знает. Надеемся на лучшее. Надеемся на лучшее. Но вам не кажется, что протест может выдохнуться со временем? Я надеюсь, что нет. Мне не кажется. Вы сами так до какого готовы уходить? Я сам до какого готов. Трудно сказать, конечно. Расскажите, почему с этим флагом пришли сегодня? Потому что я видел вчера выступление в Хабаровске, и у них были наши флаги, они кричали «Живе Беларусь!». Вы таким образом решили их отблагодарить? Да, да. Как вы относитесь вообще к тому, что происходит в Хабаровске? Ну, я считаю, это так же, как и у нас. Протест людей против... Когда против того, что власть уничтожает, ну, истинных людей, которые выражают ее мнение, своих оппонентов во власти. Что будет дальше в Беларуси, как вы считаете? Лукашенко все равно провел тайную инаугурацию свою. Я считаю, что, ну, какая-то инерция еще будет. И пока в казне будут деньги, то Лукашенко, ну, власть его будет держаться, пока будут деньги платить ОМОНу. Но как только деньги кончатся, я думаю, ну, ближе к Новому году, то все будет, власть Лукашенко закончится. Как отнеслись к событиям среды, я имею в виду и тайную инаугурацию, и то, что потом происходило на улице? Мне это напоминает Чайковского, щелкунчик. Только щелкунчика у нас-то нету в Беларуси. А так все нормально. Тайно, скрыто, под покровом. Интересно, банкет был под одеялом. Что будет дальше, как вы считаете? Беларуси, мирные люди, и это доказали все. Но, к сожалению, убеждение на нашего, не на нашего, извините, а на Лукашенко не действует. Он на своей струе, и он по своему психотипу никогда не сдаст власть добровольно. Вот это надо каким-то образом учитывать. То есть вы допускаете, что может радикализировать сейчас протестующих? Я бы очень этого не хотел. Полагаю, что наши соседи, соседние страны, должны лишиться иллюзий по поводу вот этих мирных протестов и принять более действенные меры воздействия на нынешнюю власть. У нас есть выбранный нами президент, и мы ждем, когда она проведет свою инаугурацию. Света, мы с тобой! Ты наш президент и наш герой! Что будет дальше, как считаете? Протесты не выдохнутся? Обязательно продлеваем и продолжаем. Мы никогда не остановимся. До победы, до конца. Живей, Беларусь! Ну и вы видели, что один из протестующих шел с флагом Хабаровского края, и даже в какой-то момент колонна скандировала Хабаровску привет. Это такой ответ, мы уже знаем, передает друг другу привет у протестующих. В Хабаровске вчера скандировали «Живей, Беларусь!», а сегодня вот в колонне скандировали белорусы Хабаровску. Привет! Ну можно уже подводить итоги этой акции. 12 километров, как я уже сказала, почти прошли протестующие, изменили так стихийно свой маршрут, поэтому не встретили на своем пути вот этих вот силовых кордонов, которые традиционно выстраиваются в центре. Но и видите, что пока, по крайней мере, такое настроение, что люди готовы выходить дальше. При этом сегодня вот как раз за счет того, что силовиков, собственно, и не встречали, никаких стычек не было, которые мы видели все-таки в среду после инаугурации. То есть день в целом прошел мирно, спокойно, акция прошла мирно, несмотря на то, что в начале дня и вот сейчас, в конце, уже по традиции силовики задерживают протестующих в тот момент, когда небольшими группами они уже расходятся домой.